Привет всем, с вами Антони. К нам присоединился Стив Каффмен, он канадский полиглот, который говорит на более чем 20 языках, если я правильно понимаю. Более чем нет, но около 20. Около 20. Это все еще удивительно, 20 языков. И не все на очень высокий уровень, но я понимаю и я могу общаться. Стив, он основатель и владелец сайта ЛИНК. Я уже упоминал сайт ЛИНК в другом видео. Я думаю, что это один из самых лучших сайтов для изучения языка. И Стив, пожалуйста, расскажите больше о себе. Расскажи, как ты выучил русский и почему именно ты решил изучать русский язык? Окей, но я... 7 лет я был дипломат канадский, я изучал китайский, потом я жил в Японии, я изучал японский. Я в университете был в Франции. Конечно, я говорю по-францски, по-испански и по другим языкам. Но насчет русский, русского языка. Когда у меня было 10 лет, я решил изучать русский. Потому что... Два... Причина. 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 Извините. Знаете, сейчас я занимаюсь першим и арабским, и я забыл мой русский. Это очень сложно. Может быть, потому что у меня 7-15 лет, и мозг начинается немножко... О! И люди мне сказали, что русский – это сложно, сложнее китайский, японский, потому что грамматика. Грамматика очень сложная. И я решил. Окей, попробуем. И когда у меня было, я не знаю, 17 лет, я читал классики русского языка, Достоевский и Толстой по-английски. И мне казалось, что будет очень интересно читать эти книги по оригиналу. Соответственно, два причина. Ну, конечно, в итоге, я очень рад, что я решил это сделать. Конечно, грамматика немножко сложная, но я не сосредоточился на грамматике. Я... Больше всего я хочу слышать, читать и иметь удовольствие из изучения этого языка. И с этой точки зрения, хотя я говорю с ошибками, был очень полезный, очень хороший опыт. Да, и как тебе грамматика была? Сложно? Сложно, конечно, сложно. Подожди, мне невозможно вспомнить. Это не кончание, когда я говорю. Особенность сейчас, когда я никогда не говорю по-русски. И если я буду путешествовать в Россию и каждый день говорить по-русски с людьми, то будет немножко лучше. Но сейчас это сложно. Это сложно, потому что это вопрос привычки. Надо развиваться, привык, 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 привык. Который не существует на твой родный язык. Поэтому это сложно. Например, да. Например... Это не мешает изучать. Все равно, я говорю с ошибками, не важно. Например, пройти, зайти, войти... На английском go, go, go. Go, go, go. Я знаю. А как ты изучал русский? Что ты решил сделать, например, для изучения русского? Ты купил книги или ты что-то делал? Конечно, я купил книги для начинающих. И я много читал и слышал. И потом в Линке я много читал и слышал. И это вопрос времени. Любой язык, это вопрос отношения. Надо... Хочется. Надо иметь удовольствие. И надо продолжаться. Потому что это очень долгое время. Долгий процесс. Долгий процесс. Но для меня это был романс. Это я слышал. Я смотрел советские фильмы, жестокий романс, собачье сердце, ирония судьбы. Я не знаю. Много. И это было... Но не чтобы изучать. Потому что меня... Чтобы изучать, надо читать и слышать. Но фильмы... Это меня привлекает. Вау! Я хочу... Это дает тебе. Это атмосфера. Это культура. И я очень рад, что я решил это сделать. И потом я... У меня тоже... Я имел возможность изучать и чешский, и украинский. И путешествовать. И больше я не был. Но я был в Чехии, и в Украине, и, конечно, в России. А я не знаю, если ты это делаешь, но когда я хочу изучать язык, например, я слушаю музыку, или, например, я слушаю французскую музыку до изучения французского. Если я буду изучать французский один день, до этого я слушаю французскую музыку. Это дает мне энергии, мотивации. Окей. Я готов изучать французский. Да, да, да. Но для меня это не было музыка. Мюзика это был фильм. Советский фильм. Советский фильм из этого времени очень хороший. Лучше, чем современный фильм, я должен сказать. Может быть, ты прав, да. Да. Я знаю. И ты уже был, окей, ты был в Украине, ты был в России. В русский говорящие места, да. Я был в городе. Я был в Санкт-Петербурге. Я был в Москве. Я был в Киеве. Днепр. 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 Львов. Это я там изучал украинский, но все понимают русский в Львове. Да. Я был в Риге. В Латвии. Потому что, когда я изучал русский, аудиокниги здесь в Ванголе нет. И мы делали коммерческие отношения с Латвией. Лес. Мы продавали. Мы купили древнее дерево, которое мы продавали в Японии. Но когда я был в Риге. И Риге – это тоже русский говорящий город. Да. Серьезно. И я купил много-много аудиокниг. Много-много. Тургенев, отцы, дети, я не знаю. И много. И много слышал. Много слышал. Да. Я тоже люблю аудиокниги. Потому что ты можешь слушать аудиокнигу и ездить на машине. Содиматься спортом. Да. Просто гулять на улице. И слушать это. Да. И я люблю классики. Потому что в этом случае я могу найти тексты на интернете. Я могу импортировать на линк. Я могу, если я это не делаю, я не понимаю. Я понимаю 50%. Но если я могу это читать и сохранять слова и фразы на линк, я могу понимать почти все. И я вспоминаю, когда я делал на лыжах, cross country, бегал на лыжах через лес, и я слушал, я не знаю. Русский. По-русски, да. И после… А как долгий был процесс изучения русского? После… После сколько месяцев ты начал понимать… Долго-долго. Это был мой первый славянский язык. Я думаю, что я… Конечно, я это каждый день, час, два часа. Это не целый день. Но я думаю, что год, больше, чем год, я не говорил. Я ни с кем не говорил. Я только слышал читать. И потом я начинал через интернет говорить с ютурами. Но это долго, было очень долго. Для меня это не важно. Это было удовольствие. Да. Я не… Я не… How do you say? Проспеш. Не важно, долго ли. И на самом деле, многие хотят сразу говорить. Но я думаю, что лучше просто читать и слушать в начале, несколько месяцев, а потом можешь говорить. Это не… Охождаться. Надо наслаждаться. Да. Да. Долго, недолго. Это не важно. Для меня. Но, конечно, есть люди, которые хотят читать английский или что-то, или быстро, потому что им нужно для работы. Это другая ситуация. Но это является моей ситуацией. Да, я это делаю, потому что интересно. Да, если это срочно, конечно, то… Но, если это не срочно, я думаю, что ждать, дождаться, это… Это на самом деле, это… Это лучше, чем сразу говорить, потому что я… Я не знаю, я думаю, что когда ты говоришь сначала, может быть, ты говоришь с акцентом, с сильным акцентом. Может быть. Может быть. Потому что после нескольких месяцев ты уже знаешь, как… Ты уже знаешь… О, окей. Так говорят. О, да. И… 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 Как отличается изучение русского, чем, например, немецкого и китайского? Что сложнее в русском, чем в китайском? Кроме… кроме грамматики. Я знаю, что грамматика сложнее… В грамматика ничего сложнее не есть. Грамматика очень, очень просто. Очень. I go, I go, you go, he go, he go tomorrow, he go yesterday… Ничего не меняется. Окей. Но… В китайском есть иероглиф, и есть вопрос интонации, да? Ма… 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 Ну, в каждом языке есть сложность. Да. Но что самое простое в русском по-твоему мнению? Окей. Я думаю, что в кирийском нет проблем, да? Потому что это очень похоже на латинский альфабет. Это не является… Например, в арабский, персийский или, не знаю, корейский. Там сложнее, да? Ну, русский, кирийский альфабет – это параллель, скажем. И русский… это пишется, как это произносится. Да, да. Как и испанский язык. Да. Да. Ну, иногда в русском языке есть… ну, например… Но… Только падежи и глагол. Глагол движения и вид глаголов. Это все. Кроме этого, ничего страшного. Ага. А… Потому что ты уже знаешь русский язык, но не сколько американцев и канадцев, они… им сложно разносить –Р. . А да. Но ты уже знаешь испанский язык, так что… Да, это неважно. Надо слышать, 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 и мозг будет понемножку и немножко привыкнуть. Поэтому, если ты попробуй или хочешь говорить с начала, с первого начала, я думаю, это не очень самый лучший способ, потому что там произношение будет хуже и может быть хуже нехорошей привычки. Если ты слышишь полгода, год, мозг начинается привыкнуть. Наш мозг – это компьютер, и он очень умный. Гибкий мозг. Люди, которые только говорят на одном языке, например, по-английски в Северной Америке, или на русском в России, или на французском в Франции, они только знают. Как это сказать? Количество звуков, которые они могут произносить, это имеет ограничение. 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 Поэтому надо дать мозгу времени, чтобы привыкнуть на новые звуки. И многие думают, что только дети могут говорить на другом языке, что взрослые – это почти невозможно. Ну, а как ты думаешь, что… Ну, я почти все языки, которые я говорю, я изучал как взрослый. Насчет русского языка я начинал, когда у меня было 6-10 лет. Ну, это мозг. Мы знаем, что по-английски есть такое слово «plasticity». Я не знаю по-русски, должен быть похоже. Мозг – это гибкость. Но надо это… Это не сразу. Надо продолжаться. Надо даст мозгу возможность. Потому что это стоит… Это требует много времени, может быть. И поэтому надо иметь удовольствие. Надо наслаждаться. И если я люблю это слышать, читать… Ну, неважно. Есть несколько видео на YouTube, которые говорят, о, я выучил такой язык на 30 дней. Как ты думаешь? Я не думаю. Такие люди существуют. Но я не думаю. Я знаю, например. Иногда я изучаю что-то и сразу я не могу новое слово использовать. Или я что-то не понимаю. И я решил, скажем, недели, две недели… Я не буду читать или слушать по-русски, скажем. Но после этой две недели. Но после этой недели я слушаю более ясно. И я могу говорить лучше. Поэтому я думаю, что необходимо времени, чтобы мозг может все эти вещи… Приобретать? Да, это не сразу. Поэтому в школах, когда учитель скажет, я учал, да, глаголы, движения, окей, сейчас мы делаем тест. Это невозможно. Может быть, после три месяца я могу это… Да, и, к сожалению, в России моя аудитория русские. И в России в школе учитель всегда говорит, нет, это неправильно, это неправильно, это неправильно, это неправильно. Нет, нужно сказать так, 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 так. И когда ты скажешь это кому-то, теперь они боятся говорить, потому что, о, я хочу ошибиться. И, может быть, после три месяца они будут это правильно ответить. Но сейчас сразу невозможно. Невозможно. Да, да, я согласен, да. И почему… Я заметил, что в Америке и в Канаде многие не изучают русский. Почему ты так… Почему ты думаешь, что многие не хотят? Ну, я думаю, что это очень, к сожалению, отношения, политические отношения не так должны быть. И для нас Россия – это немножко, кажется, закрытая страна. Не очень легко дойти. Или, например, если сравнивать с Японией. Много канадцев, и я думаю, американец там тоже, был в Японии, преподаватель английского языка. Много отношений, много отношений. Или корейский поп или очень популярный. А в России мы ничего не знаем. В Канаде, да, хоккей, мы знаем. Я очень люблю игроки из России. Но с точки зрения культуры мы ничего не знаем. Да, к сожалению, да. В Америке… Водка, палалайка… Или водка. Это водка. Всё. Я против водки. И я в Украине… Сало с горилкой. Сало с горилкой. Но это не Россия. Для этого я думаю, читать… Я люблю русские книги из 19 века. Люблю. Очень люблю. Для меня это очень экзотически. Или шампанское, или музыка. Я люблю. Сейчас в России я ничего не знаю. Жизнь там. Должен быть так и повсюду. Ходить будут, работают. И я знаю, что для нас Россия закрыта, но тоже Америка и Канада закрыты для русских. И я думаю, что изучение языка – это открывает наш мир, открывает наш мозг. Да, согласен. Когда ты изучаешь язык, ты понимаешь, что большинство стереотипов не правы. И что у нас больше в общем, чем мы думаем. Да, я согласен. Согласен. Есть воля. Мы это чувствуем. Если у нас приедут из России игроки, или когда я был в Россию, люди хотят быть с тобой, дружить с тобой. Конечно. А, дружить с тобой, да. Дружить с тобой, да. Ага. Это с политиком не имеет никакого отношения. Да. Да, есть политика и есть нормальные люди, и обычные люди. Конечно. Я думаю, что большинство людей, если он говорит, что он знает русский и русский язык – вау, молодец. Никакой негативной реакции нет. Может быть. Это зависит, конечно, от человека. Да. Даже в каждом стране есть люди с закрытыми мозгами. Нет. 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 Если у нас в Ванкувере приехал молодой игрок, 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 и он немножко потерян. Я вижу, он не говорит по-английски, немножко сложно, но все пытаются им помогать. Да. Он должен стать член Линка. Член Линка, точно. Потому что если он, у нас приедет даже из Швеции, да, и они говорят по-английски, а все очень хорошо, да, но из России сложнее. Они не говорят, он, молодой, и те русские, которые были в Северной Америке 10 лет, 5 лет, они говорят свободно по-английски, но он только что приехал, и немножко сложно. Да. Поэтому язык это очень-очень важно. Да. И, ребята, ссылка Линка будет в описании этого видео. Я очень рекомендую этот сайт. Спасибо. Это очень крутой сайт. Есть не только русский и английский, есть много языков. Сколько языков есть сейчас? 40. 40 языков. 40 языков. Вау, да, прикольно, да. Так что, да, Стив, спасибо большое, что ты присоединился к нам, и до встречи. До встречи. До встречи, до встречи. Спасибо. Удачи с русским. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова